Не допусти того, что случилось несколько столетий назад, когда великаны внезапно спустились по таким вот тростникам с облаков. Тааак! Ой, что это? Кажется, что-то идёт не так. Лопак Лоша, что ты надел? Ха-ха-ха-ха, Лопак Лоша. Наконец ушла зима, пришла весна, и мы можем спокойно, не замерзая, найти Гектора, сюжетного персонажа, который дал нам эту карту. Всем привет, дорогие друзья! Я Лол-ложка, это новое поколение. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Лол-ложка, добро пожаловать в новое поколение, где у нас действительно началась весна. Никакого снега, никакой зимы, и мы можем спокойно отправиться по этой карте. А ещё у нас появился второй красный дракон, на этот раз не самка, а самец. Получается, у нас есть девочка и мальчик. Так, полсамец, сытость 91, стадия 1 день. Окей, заходим в теплицу, добываем пшеницу и выпиваем водицу. Вы всё правильно поняли, запасаемся едой и отправляемся в путь дорогу. Ничего себе, это было даже быстрее, чем я думал. Деревня, пустыня и тростник, как у меня дома. Почему он такой же высокий? Прошу прощения, куда мне надо? О, Гектор, привет! Стоп, это копия моего дома! Гектор, не забудь достроить голема. Офигеть! Привет, дружище! Ничего себе ты основал... Эээ, кто это пришёл к моему дому? Твоя внешность кажется мне подозрительно знакомой. Слушайте, он реально всё постоянно забывает. Неужели ты то чудовище, которое каждый день являлось ко мне в кошмарах? Нет, я... я тот самый... лололожка. Да. Ааа, я вспомнил! Ложка-ложка! Это же ты! Да, ложка-ложка. С моей стороны было совсем некрасиво называть тебя чудовищем. Эээ, впрочем, не важно. Чувствуй себя как дома. Слушай, у тебя реально мило, и это прям как дома. Только ничего не трогай. И не касайся. И... и... и вообще ничего не делай. А, ну да, как дома. В остальном можешь чувствовать себя как дома. Итак, ритуалы. Я уже и забыл, как их проводить. Эээ, давай начнём с чего-нибудь простого. Опытному магу нужна ферма дерева. Да не обычного, потустороннего. Стоп, о чём ты вообще говоришь? Какие ритуалы? А саженцев-то нет. Давай призовём торговца. Правда, я совсем забыл, что там нужно. У тебя с учаем глоссарий не завалялся? Слушай, да-да-да-да-да-да, есть! У меня как раз он всё это время все серии валяется. Вот, держи. Так, мне его надо кинуть или что? О, взял. Ох, какое совпадение. Таааакс, нужны 4 саженца. Дуб, берёза, ель, акация. И ещё книга привязки Фолиота. У меня есть такая книга! У меня вообще, в принципе, всё есть. Давай так, с тебя все ингредиенты, пентаграмма и саженцу дуба для торговли. А с меня место проведения. Там снаружи есть пентаграмма. Построй на её месте новую. Буду с нетерпением ждать твоего возвращения. Стоп. Ааа, она у тебя недостроенная, оказывается? Как тебе там? Лошловка. Да, точно. Ребята, походу, сюжет постепенно возвращается к той самой записке, которую надо перевести ради Лефториона, говорящего дракона. Неужели именно Гектор поможет мне это сделать? Последнее, что мы знаем о этой записке, это слова Горбатика. Он сказал про каких-то... Духов. Я точно сейчас не вспомню, но там точно были слова про духов. Да, да, точно. Про великих духов. Великая охота, говорил. А с чем связаны духи? Правильно, с этими ритуалами. У него, на самом деле, всё как-то недостроено, что ли? Так, окей. Что ты мне ещё рассказал? Там снаружи есть пентаграмма. Построена её вместе новую. Подожди-ка. Давайте исследуем пустунный храм. Может быть, что-нибудь найдётся? Опа, тут уже кто-то копался. А, даже не просто копался. Я... Стоп. Ребята, я, походу, в этой локации уже был. Да, это же та самая деревня, где я нашёл демоническое дерево. Только дома Гектора тогда не было. Молодцы, сценаристы, потрудились. Создаём здесь вейпоинт. Кстати, а что если по тебе нажать? Собрал все ингредиенты? Ну, допустим, да? Ну что ж, черти пиктограмму. Ресурсы по чашам и вперёд. Главное, запасись саженцами дуба. Иначе нам не на что будет торговаться. А дух исчезнет, так ничего нам и не отдав. А, во, кстати, недаром я по нему нажал. А больше, кстати, не нажимается. Всё, домой, спать, есть, бить, убить, пить, чертить. Гектор, я всё сделал. Структура построена. Остаётся просто провести ритуал. Смотри-ка, он просто ходит. Он научился ходить. А я-то думал, что он не умеет. Я могу поболтать? Нет, всё ещё не могу. Здесь, кстати, что у тебя валяется? Ничего. Ох, нифига себе. Василёк, кустарник, тюльпан. Какая-то кафедра с книгой. Гектор, важно, следи за тростниками за домом. Не допусти того, что случилось несколько столетий назад, когда великаны внезапно спустились по таким вот тростникам с облаков. Ты же не хочешь потерять всё нажитое, верно? Вау, нифига себе. Неужели это намёк, что если я не буду собирать тростник, то реально кто-то спустится? Хорошо, давайте мы это сделаем у него дома, но не будем делать у себя. Дождь, ха-ха, офигенно. Милки больше не нужны. Очищаем инвентарь. И, кстати, у меня же всё это время сердце моря валяется. Буст опыта, когда надето, 25% плавания. Плюс рыболовное дело, 10%. Обязательно надеваем. В итоге у нас уже два буст предмета. Торговец с потусторонними саженцами. Надо саженец дуба, есть саженец берёзы, есть еловый саженец, есть. И то же самое с тропическим деревом. Остаётся только книга фалиота, есть. По идее, торговец сказал, что нам надо ещё много саженцев обычного дуба, поэтому на всякий пожарный добываем. Правда, падает не так много. На всякий пожарный добудем полстака. За кучу дерева 23 саженца. Маловато будет. Так, кстати, я же забыл миски. Куда мне класть все эти предметы? Заберу отсюда. Вы недостаточно прокачаны, чтобы разместить еловый саженец. Вы недостаточно прокачаны, чтобы разместить саженец тропического дерева. Нет! Пожалуйста, только не это! Нееет! За что мне это? Гектор, почему ты не предупредил меня? Ах, я не могу с ним поболтать даже. Я не могу этого сделать. А если пустой рукой? Тоже не могу. Еловый саженец. Чтобы разместить, требуется добыча дерева 30. А у меня какая? 2776. Погоди, а здесь? 35-ый нужен! Боже мой! Как вы знаете, у нас есть суперспособность ломать сразу несколько блоков. Бам! И все. Энергия потратилась и восстанавливается. Но за ту же энергию, имея крутой топорной эффективность, можно поломать сразу больше. То есть, чем лучше топор, тем меньше энергии тратится. Спать, есть, плавить. И крафтить свой собственный железный топор. Я надеюсь, что я смогу его зачаровать. Пожалуйста! ВОСТРОТА 5. Что такое вострота? Хаотично проводит мощные атаки и обезглавливание. Стоп! Нет, мне нужна эффективность. Никаких обезглавливаний. Требуется 78-й уровень. Сейчас у меня 69-й. Придется пойти и добыть немножко. Мой вердикт. Нет, чтобы дождаться арабу скелетов, пришлось ждать минуты. Мне такое не подходит, поэтому нужен новый спавнер. Снова шахта, снова поиск. Коробка с монстрами. Интересно, подойдет? Ну-ка, 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 ну-ка! Эх, нет. Ничего себе радужная руда. То, что надо, чтобы починить меч. Нашел! Рассадник скелетов. И, по-моему, здесь то же самое. А ну-ка, посторонись, ребята. Не надо дрыгаться, не надо. А, так там еще один спавнер. Погоди, кто же здесь тогда? Хрипер. Просто желтый питомец. Опа! Ничего себе! Три лаки хард. Сейчас проверим, у нас понизится сложность или нет. По-моему, было 107. Так, становится 100. Понизилось. Далее 97. И 87. Трижды понизилось. Вот это я понимаю везение. Забираем спавнер. Забираем второй. И находим крутой железный топор, который пробивает броню. Плюс 100% критического урона. Каждый спавнер должен быть улучшен маринованным паучьим глазом. Увеличивает счет спавна. Первый мы ставим прямо на другой спавнер. С третьим то же самое. И вот оно. Супер спавнер скелетов. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь спускаемся в яму и смотрим на представление. Да, я сделал это. Добыча 5. Эффективность 7. Печать души и удача 5. Самый лучший железный топор, который можно сделать. И на все. Про все у меня ушло 10 уровней. Было 80, стало 70. Ну и еще 4 железных топора. Насколько быстро я теперь рублю? Что? А, нифига себе. Так, тихо. Тихо. Нет. Нет. Нет, только не маленькие криперы. Только не это. Окститесь, пожалуйста, уйдите из этого леса. Ладно, придется добывать дерево где-то в другом месте. Блин. Дело сделано. 35 уровень. Теперь все саженцы мы можем использовать. Но правда ли это? 3, 2, 1. Да. А это? Да. Ура. Господи, я такой счастливый. Как много времени я угрохал. Ну чё, ты готов? Я ведь и правда начинаю. Поехали! Да, действительно, начинается призыв, там даже так и написала. Торговец с демоническими саженцами. О, два саженца уже, кстати, убрались. Третий убрался. Теперь четвёртый, и остаётся просто увидеть, кто же появится. О, фолиот! Я так понимаю, ты всегда в одном обличии, но выполняешь разную функцию. Вот тебе. Меняйся. 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 Тебе, может быть, в руки дать надо? Саженец дуба, всё так, как ты и хотел. Погоди, Гектор, ты хотя бы дома? Поболтать я с тобой всё ещё не могу. А, смотри, я могу ему дать саженцы дуба прямо в руки. Может быть так? Не меняется. О, он умер! Нет, в смысле умер? А ведь Гектор правду говорил, он долго не проживёт. А, чёрт возьми, нужны саженцы дуба из оккультизма. Необычные саженцы. Тогда поспим и добудем. Вот они, дубовые листья из оккультизма. Какой саженец падает? Обычный. А всё потому, что надо съесть демонические фрукты и открыть третье зрение. Всё. Теперь деревья совсем необычные. Кушаем ещё такие фрукты. И снова ломаем. Рано или поздно выпадет нужный саженец. О, выпал! Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, по идее, у меня сейчас пропадёт третье зрение. Он должен стать обычным, да? Вот просто смотрим. Он у меня в руках необычный. Всё ещё необычный. И... Ага. Спросил у сценаристов, не баг ли это? Они спросили, а ты всё правильно читал? И потом я реально решил перечитать. Оказывается, Гектор писал не тот ритуал. Внимательно прочитайте. А кацевое дерево. В этом ритуале такого нет. Попытка номер два. Поехали. Начинается вызов фолиота-обменщика. О, на этот раз даже по-русски написала. Значит, я сто процентов делаю всё правильно. Первый саженец пропадает. Третий саженец пропадает. И остаётся та самая... Ритуал активирован. Да будет! О, Гектор, ты следишь. Ха-ха. Как там его? Фолиот там. Неважно, вперёд. Так. Так. Ой, что это? Не понял. Кажется, что-то идёт не так. Что идёт не так? Неужели ты что-то забыл? Нет! Я изначально всё правильно сделал. Я даже ритуал ведь не трогал. Лопоклоша, что ты наделал? Ха-ха-ха. Лопоклоша. Эй, это нехорошо. Так, а подожди, а что мне в итоге с этим делать? О, фолиот. Кажется, у меня получилось. О-о-о. Да, я тот ещё маг. Баркломет. Здравствуйте. Видишь, под моим мудрым руководством у тебя всё получается, мой друг? Я вообще-то сам всё изначально сделал. Э, ну ладно, не будем говорить ему о том, что у меня тоже есть такая книга. А теперь, пока он не исчез, иди обменяй саженцы дуба на потусторонние. Так, окей, давай саженцы дуба. Вот, держи, дружище. Времени мало тебе ещё ферму строить. И да, после такого ритуала нужен отдых. Поэтому, думаю, тебе стоит заглянуть ко мне чуть позже. А, ты посмотри. Так он тоже не принимает эти саженцы. Он тоже не принимает эти саженцы. Он не понимает... Про... Э, обменщик. Может быть, надо вот так вот? Он не будет их обменивать, потому что та же самая петрушка происходит. Ему нужны другие саженцы. То есть, вот, либо рядом, либо в руки, либо shift-пкм. Стоп, я только сейчас заметил. Обменщик проклятых сердец. По всей видимости, из-за того, что он призвал не того чувака, он обменивает совершенно другие вещи. Ты что наделал, Гектор? А можно с тобой? А, с ним можно поболтать. Ты обменял саженцы? Кажется, у меня возникли некоторые трудности. Что-то не так? Торговец не меняет саженцы. А, так это по сюжету всё идёт. Блин, это очень круто сделано. Сценаристы, вы реально гений. Вы смогли запутать не только моего персонажа, но и меня. Без шуток, вот реально я сам запутался. Но это так надо. Торговец не меняет саженцы. Что? То есть, как это так не меняет? Мы всё сделали согласно ритуалу. Проверь-ку я в книге. И ведь действительно, всё верно. Дуб, берёза, ель и тропическое дерево. Разве акация не из тропиков? Ааа, понятно. Ха-ха-ха. Ну ты молодец, Гектор, молодец. Хотя, кажется, всё-таки стоило уточнить. В любом случае, торговец есть, ритуал готов. А значит, я вновь доказал всем, что я тот ещё маг. И... Подожди, а что мне делать-то в итоге? Эп. Хеллоу? Я прошу прощения, поболтать с ним уже всё невозможно. Давайте выкинем. А ты подбираешь, кстати, вещи? Нет, он не подбирает. То есть, только карту взял и всё. По всей видимости, ему нужно проклятое сердце, да? Саженца он так и не будет менять. Либо на этот раз нужно активировать того фолиота, который меняет. Не вот этого. Отправляемся на поиски сердец. Отдай мой меч! Отдай мой меч! Отдай мой меч! Нет! Я не хочу умирать от своего же меча. Отдай мой меч! Отдай... Боже, 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 боже! Сучка ты, вонючка, а! 62 уровня всрал! Ах ты, сука, вонючка, ах ты, сука. Наконец-то, найдено проклятое сердце на плюс 10 сложности. И также найдено зачарованное сердце на минус 10 сложности. Возвращаемся к Фолиоту, возвращаемся к Гектору, который... Стоп, стоп, а где Гектор? Эээ, я прошу прощения, Гектор. Гектор пропал, ребят, его даже на миникарте нет, то есть вообще никаких мобов рядом. А, ну офигенно, теперь у меня две теории. Первое, либо что-то произошло не то, что должно было произойти. Или второе, это просто сюжет, и на самом деле он типа ушел гулять. Потому что помните, в предыдущий раз, когда я только первый раз встретил Гектора, я отвернулся, и он реально исчез. Возможно, сейчас примерно то же самое. Смотри, даже три штуки принес, что ты на это скажешь? Раз, два, и в итоге, наверное, что-то начинается. Да, 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 да! У него реально пошли эффекты. Видимо, он обменивает. Но, кстати, на что он обмени... Серьезно? Ты чувак, который меняешь проклятое сердце на Лаки Хард, и все? То есть, подожди, еще раз. Мы используем... И да, у меня понизилась сложность. Не, ну это круто на самом деле. Это... Это очень круто! То есть, вот эти проклятые сердца я теперь могу хотя бы не просто использовать, чтобы выкинуть, а использовать, чтобы попытать удачу и понизить или повысить сложность. Блин, а это крутой чувак! И по всей видимости, сценаристы сделали так, что он живет вечно. Видите, у него до сих пор 0% до исчезновения. Исчезает он на 100%. Походу, ты будешь здесь вечно. Догадка всего лишь одна. Надо вернуться к Гектору потом, либо он сам меня найдет. Я на 3000% уверен, что не зря поторговал с фолиотом на сердца. Скорее всего, я этим активировал какой-то скрипт, о котором еще сам не знаю. Возможно, он даже скоро со мной произойдет. Либо надо будет вернуться к Гектору. А сейчас давайте почистим инвентарь, а то это уже жопа какая-то. Теперь соберем пшеницу. Покормим коров. И пока мы их кормим, вспомним предыдущую серию. Мы должны прокачать аниме до 29 уровня. И тогда мне активируется дощечка размножения. Тогда у меня активируется дощечка скрещивания. Требуется 29 аниме заставлять животных размножаться. Напоминаю, аниме прокачивается очень просто. Берем, ломаем листву, и вот мы уже немного прокачали. Почти 28 левел. Но чтобы зарядить такой суперудар и сломать много листвы, надо ждать. Много ждать. 28 уровень. Опыт 479 и 721. Остается совсем немного. Давай! Пожалуйста, хоть бы я сейчас это подобрал и прокачалась. Ну-ка. 579. Блин, да сколько же можно? А, не, вот я еще что-то подобрал. 629. Осталось капельку. Даааа, 29! У-ху! Дощечка скрещивания, наконец-то! Как же ты работаешь? Я нажимаю один раз, ничего не происходит. Я нажимаю сюда. Ага, и она сразу кладется. Смотри! Емма! Вот такого я точно не ожидал увидеть! Ламы? Эй, ламы! А может быть вы это самое хотите? Вы реально хотите? Требуется 2,5 сол. А, то есть у меня еще душа тратится, да? А, да, вижу. Вот у меня всего 2 штуки. И допустим сейчас накопится 3. А ну сразу же пропадет? Проверка. Так вот 3, 3, все еще 3. Нет, видимо дощечка перестает работать, потому что чтобы ее активировать надо 65 силы. То, что я сейчас увидел, стоило всех мучений. Я клянусь, это было очень круто. Какие вообще дощечки еще существуют? Хотя, знаете, мы посмотрим в следующей серии. Обязательно все это изучим. Ребята, если вы хотите не пропустить сюжет, который по всей видимости все ближе и ближе к этой записке, к переводу этой записки, ставьте лайки и подписывайтесь. Я уже много раз говорил, то что если вам попадаются эти ролики в рекомендациях, не лучше ли авторизироваться или, например, зарегистрироваться на ютубе и подписаться? Тогда вы точно не пропустите всю эту историю. Пожалуйста, давайте друг другу поднимать настроение. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и дощечка скрещивания. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. ПО-КА!